Мероприятия, связанные с овладением юными славянцами военно-прикладных видов спорта, всегда были очень популярны в нашем муниципалитете. Специальные знания и навыки военной подготовки востребованы у ребят, и они готовы к тому, чтобы с успехом их продемонстрировать. Защита Родины – это почетная обязанность каждого мужчины, и готовиться к ней нужно начинать еще в юном возрасте. Это прекрасно понимают ребята, увлекающиеся военно-прикладными видами спорта. На площадке ДСА в Славянске-на-Кубани прошел открытый слет военно-патриотических клубов и объединений Краснодарского края к защите Родины готов, посвященной памяти Героя России генерала Геннадия Николаевича Трошева. Участников слета приветствовал председатель Совета Славянского района Григорий Литовко. Геннадий Николаевич уделял особое внимание нашей молодежи. Он считал, что формирование личности, та сила духа, та слаженность, она начинается в школьные годы и далее, когда подрастает поколение вот в таких военно-патриотических клубах. И он никогда не ошибался. И мы видим сегодня, какая обстановка ребят в стране. И вся надежда, конечно же, на будущее наше поколение. Президент Фонда патриотического воспитания молодежи имени генерала Трошева Наталья Белокобыльская в своем выступлении отметила, что именно подрастающее поколение принимает эстафету патриотизма от старших. Мы очень надеемся на вас. Мы очень хотим, чтобы вы себе, в себе самое главное, воспитали человека. С большой буквы ЧЕЛОВЕК. Сильный, мужественный, чтящий традиции своих земляков. Я хочу этого всего вам пожелать. Куйте победу сейчас, сегодня. Тогда и завтра наши с вами родители будут спокойны. За мир и спокойствие на нашей земле. Соревнующиеся участвовали в комбинированном военизированном кроссе, состоящем из следующих станций. Восстановление телефонной связи, передача шифрограммы, разборка-сборка автомата Калашникова, снаряжение магазина, стрельба из мематической винтовки, действия при химическом заражении, метание гранаты на точность, разминирование учебной гранаты с помощью саперной кошки. И еще участники слета отвечали на вопросы викторины по знанию биографии и боевого пути Геннадия Николаевича Трошева, а также викторины по медико-санитарной подготовке, безопасности и защите в опасных и чрезвычайных ситуациях. По итогам слета среди военно-патриотических клубов и объединений лучше всех выступили ребята из Патриота Славянского сельхозтехникума. На втором месте казачий класс Черноярковской 48-й школы и замыкает тройку призеров юный патриот из 17-й школы. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа События.